Третья книга Моисеева. Левит. Глава первая. Третья книга Моисеева. 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 При всяком приношении твоем приноси Господу Богу твоему соль. Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приноси в дар от первых плодов твоих из колосьев, высушенных на огне, растолченные зерна, и влей на них елей, положи на них ливана. Это приношение хлебное. И сожжет священник в память часть зерен и елея со всем ливаном. Это жертва Господу. Левит. Глава третья. И весь туг, который на внутренностях. И обе почки, и туг, который на них, который на стегнах. И сальник, который на печени. С почками он отделит это. А сыны Ааронова сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу. А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу, мужеского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа. И возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее пред скинею собрания. И сыны Ааронова покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу туг ее. Весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость. И туг, покрывающий внутренности. И весь туг, который на внутренностях. И обе почки. И туг, который на них, который на стегнах. И сальник, который на печени. С почками он отделит это. Священник сожжет это на жертвеннике. Это пища огня. Жертва Господу. А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее перед Господом. И возложит руку свою на голову ее, и заколет ее перед скинею собрания. И покропят сыны Аароновых кровью ее на жертвенник со всех сторон. И принесет из нее в приношение в жертву Господу туг, покрывающий внутренности. И весь туг, который на внутренностях. И обе почки. И туг, который на стегнах. И сальник, который на печени. С почками он отделит это. И сожжет их священник на жертвеннике. Это пища огня. Приятное благоухание Господу. Весь туг Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте. Левит. Глава 4. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилю, если какая душа согрешит по ошибке против какой-либо заповеди Господних, и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник, помазанный, согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть предстает из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе. И приведет тельца к дверям скиния собрания пред Господа. И возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом. И возьмет священник, помазанный, посвященный совершенным посвящением, крови тельца, и внесет ее в скинию собрания. И омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью семь раз пред Господом, перед завесуя святилища. И возложит священник крови тельца пред Господом на роге жертвенника благовонных курений, которые в скинии собрания. А остальную кровь тельца вылит к подножию жертвенника всесожжений, которые у входа в скинии собрания. И вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени с почками, отделит он это. Как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвенники всесожжения. А кожу тельца, и все мясо его с головой, и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца, пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел. Там пусть сожжен будет. Если же все общество Израилева согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех, и приведут его пред скинию собрания. И возложит старейшину общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколит тельца пред Господом, и внесет священник помазанной крови тельца в скинию собрания, и омочит священник перс свой в кровь тельца, и покропит семь раз пред Господом перед завесой святилища. И возложит крови на руки жертвенника благовонных курений, которые перед лицем Господнем в скинии собрания, а остальную кровь вылет к подножию жертвенника всесожжений, которые у входа в скинии собрания. И весь стук его вынет из него, и сожжет на жертвеннике, и сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех. Так должен сделать с ним, и так очистит их священник, и прощено будет им. И вынесет тельца вне стана, и сожжет его так, как сожжет прежнего тельца. Это жертва за грех общества. А если согрешит начальник, и сделает по ошибке что-нибудь против заповедей Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которому он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока, и возложит руку свою на голову козла, и заколет ее на месте, где заколается всесожжение пред Господом. Это жертва за грех. И возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех, и возложит на руке жертвенника всесожжение. А остальную кровь его вылет к подножию жертвенника всесожжения, и весь туг его сожжет на жертвеннике, подобно как туг жертвы мирной. И так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке, и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козлу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертву за грех, и заколит козу в жертву за грех на месте, где заколит жертву всесожжение. И возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжение, а остальную кровь ее выльют к подножию жертвенника. И весь туг ее отделит, подобно как отделяется туг от жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике, в приятное благоухание Господу. Итак, очистит его священник, и прощено будет ему. А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока, и возложит руку свою на голову жертву за грех, и заколит ее в жертву за грех на том месте, где заколает жертву всесожжение. И возьмет священник перстом своим крови от всей жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжение, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь туг ее отделит, как отделяется туг овцы из жертвы мирной, и сожжет сие священник на жертвеннике, в жертву Господу. И так очистит его священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему. Левит, глава 5. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняется, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Ибо если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело-то, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота овцу или козу за грех, и очистить его священник от греха его. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого в сосожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит, и покропит крови всей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. Это жертва за грех, а другую употребит во всесожжение по установлению, и так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощенно водит ему. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил десятую часть ефа пшеничной муки, в жертву за грех. Пусть не льет на нее Илея, и Ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех, и принесет ее к священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память, и сожжет на жертвеннике, в жертву Господу. Это жертва за грех, и так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, в котором-нибудь из оных случаев, и прощено будет ему. Остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное. И сказал Господь Моисею, говоря, если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада овец овна без порока, по твоей оценке, с серебряными сиклями по сиклю священному, в жертву повинности. За ту святыню, против которой он согрешил, пусть вас даст и прибавит к тому пятую долю, и отдаст себе священнику, и священник очистит его овном жертву повинности, и прощено будет ему. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику жертву повинности овна без порока, по оценке твоей. И загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. И это жертва повинности, которой он провинился пред Господом. Левит, глава 6. И сказал Господь Моисею, говоря, Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное, и запрется в том, и поклянется ложным в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему порученное, или потерянное, что он нашел, или если он в чем поклялся ложным, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю, и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока, по оценке твоей, и очистит его священник пред Господом, и прощенный будет ему, чтобы он не сделал все, в чем он сделался виновным. И сказал Господь Моисею, говоря, заповедая Аарону сынам его, вот закон всесожжения, всесожжения пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем и не угасает. И пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает. И пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем туг мирной жертвы. А огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Вот закон о приношении хлебным. Священники, сыны Аарона, уложи приносить его пред Господа, к жертвеннику. И пусть возьмет священник горстью своей из приношения хлебного и пшеничной муки и лея, и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике. Это приятное благоухание в память пред Господом. А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте. На дворе скини и собрание, пусть едят его. Не должно печь его квасным. Сие даю я им вдолю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности. Все потомки Ааронова мужеского пола могут есть ее. Это вечный участок в роды ваши из жертвы Господних. Все прикасающееся к ним осветится. И сказал Господь Моисею, говоря, Вот приношение от Аарона и сынов его, которые принесут они Господу в день помазания его. Десятую часть ефы пшеничной муки в жертву постоянную. Половина сего для утра и половина для вечера. На сковороде в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношение хлебное. Приноси ее в приятное благоухание Господу. И священник, помазанный на место из сынов его, должен совершать сие это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена. И всякое хлебное приношение от священника все добудет сожигаемо, а не съедаемо. И сказал Господь Моисею, говоря, Скажи Аарону и сынам его, Вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скини и собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, осветится. И если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водою. Весь мужеский пол священнического рода может есть ее. Это великая святыня у Господа. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания, для очищения во святилище, не должна быть съедаема. Ее должно сожигать на огне. Левит, глава 7. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколать на том месте, где заколается все сожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь туг, курдюк и туг, покрывающий внутренности. И обе почки, и туг, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени с почками, пусть он отделит сие. И сожжет сие священник на жертвеннике, в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужеский пол священнического рода может есть ее. На святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которое он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовление в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит в приношение свое квасный хлеб, из мирной жертвы благодарной. Одно что-нибудь из всего приношения своего пусть приносит он в возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно. А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будет есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится это осквернение. И кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой, или к нечистому скоту, или к какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, никакого тука ни из вала, ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверя можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его. Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа та из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего». И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу, тук с грудью должен он принести, и сальник на печени, потрясая грудь перед лицем Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь, потрясание и плечо возношение, и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Вот участок Аароны и участок сынам его и жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебным, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синаи, когда повелелся нам Израилем в пустыне Синайской приносить Господу приношение их. Левит, глава 8. И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и илей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресников, и собери все общество ко входу с киньи собрания». Моисей сделал так, как повелел ему Господь. И собралось общество ко входу с киньи собрания. И сказал Моисей к обществу, «Вот что повелел Господь сделать». И привел Моисея Аарона и сынов его, и омыл их водою. И возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него ефод, и опоясал его поясом ефода, и прикрепил им ефод на нем. И возложил на него наперстник, и на наперстник положил урим и тумим, и возложил на голову его кидар, а на кидар с передней стороны его возложил полированную дощечку, диадиму, святыни, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей и лей помазание, и помазал с киньей все, что в ней осветил это, и покрепил им на жертвенник семь раз, и помазал жертвенник и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы осветить их. И возлил Моисей и лей помазание на голову Аарона, и помазал его, чтобы осветить его. И привел Моисей сыново Аароновых, и одел их хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кидары, как повелел Господь Моисею. И привел Моисей тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех, и заколол его Моисей, и взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника, и осветил его, чтобы сделать его чистым. И взял Моисей весь туг, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и туг их, и сжег Моисей на жертвенники. А тельца и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею. И привел Моисей овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколол его Моисей, и покропил кровью на жертвенник со всех сторон, и рассек овна на части, и сжег Моисей голову, и части, и туг, а внутренности и ноги вымыл водою. И сжег Моисей всего овна на жертвенники, это всесожжение, в приятное благоухание, это жертва Господу, как повелел Господь Моисею. И привел Моисей другого овна, овна посвящения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сыново Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой ноги их. И покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон. И взял Моисей тук, и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо. И из корзины с опресноками, которые пред Господом, взял один опреснок, и один хлеб с елеем, и одну лепешку, и возложил на тук, и на правое плечо. И положил все это на руки Аарону, и на руки сынам его, и принес это, потрясая пред лицем Господним. И взял это Моисей с рук их, и сжег на жертвенники со всесожжением. Это жертва посвящения в приятное благоухание. Это жертва Господу. И взял Моисей грудь, и принес ее, потрясая пред лицем Господним. Это была доля Моисеева от овна посвящения. Как повелел Господь Моисею. И взял Моисей и лепомазание, и крови которой на жертвенники, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И так осветил Аарон и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И сказал Моисея Аарону и сынам его, сварите мясо у входа с киньи собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано, а Аарон и сыны его должны есть его, а останки мяса и хлеба сожгите на огне. 7 дней не отходите от дверей с киньи собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше, как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. 8. У входа с киньи собрания будьте день и ночь в продолжении 7 дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога. И исполнила Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея. 9. Левит, глава 9. В восьмой день призвал Моисея Аарона и сынов его и старейшин Израилевых. И сказал Аарону, возьми себе из валов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока и представ при лице Господне. 10. И сынам Израилевым скажи, возьмите козла в жертву за грех и овна, и тельца, и агнца, однолетних, без порока во всесожжение, и вала и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение перед лицем Господнем, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам. 11. И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество, и стало перед лицем Господнем. И сказал Моисей, вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господне. 12. И сказал Моисей Аарону, приступи к жертвеннику, и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь. 13. И приступил Аарон к жертвеннику, и заколол тельца, который за него в жертву за грех. 14. Сына Аарона поднесли ему кровь, и он намочил перс свой в крови и возложил на роги жертвенника, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника. 15. А тук и почки, и сальник на печени от жертвы за грех сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. 16. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана. 17. И заколол все сожжение, и сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покрепил ею на жертвенник со всех сторон. 18. И принесли ему все сожжение в кусках и голову, и он сжег на жертвеннике. 19. А внутренности ноги омыл и сжег со всесожжением на жертвеннике, и принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнему. 20. И принес все сожжение, и совершил его по уставу, и принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверх утреннего всесожжения, и заколол вала и овна, которая от народа, в жертву мирную, и сыны Аарона поднесли ему кровь. 21. И он покропил ею на жертвенник со всех сторон. 22. Поднесли и тук из вала, и из овна, курдюк, и тук, покрывающий внутренности, почки и сальник на печени. 23. И положили тук на грудь, и он сжег тук на жертвеннике. 24. Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая перед лицем Господнем, как повелел Моисей. 25. И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, сошел, совершил жертву за грех всесожжения и жертву мирную. 26. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрание, и вышли, и благословили народ. 27. И явилась слава Господне всему народу, и вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжения и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. 27. Левит, глава 10. 28. Надав и Авеут, сыны Аарона взяли каждую свою кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. 29. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицем Господнем. 30. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь, и перед всем народом прославлюсь. 31. Аарон молчал. 32. И воззвал Моисей Месаила и Илпофана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им, пойдите, вынесите братья ваших из святилища за стан. 33. И пошли и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. 34. Аарону же, и Елеазару, и Емафару, сынам его, Моисей сказал, голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть, и не навести гнева на все общество. 35. Но братья ваши, весь дом Израиля, могут плакать о сожженных, которых сожжег Господь. 36. Из дверей скини из собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание Господне. 37. И сделали по слову Моисея. 38. И сказал Господь Аарону, говоря, вина и крепких напитков не пей ты, сыны твои, с тобою, когда входите в скинию собрания или приступаете к жертвеннику, чтобы не умереть. 39. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. 40. И научать сынов Израиля всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея. 41. И сказал Моисея Аарону, Илиазару и Ифамару, оставшимся сынам его, возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, и в этой великой святыне. 42. И ешьте его на святом месте, ибо это участок твой и участок сынов твоих из жертв Господних, так мне повелено от Господа. 43. И грудь потрясания и плечо возношения ешьте на чистом месте, ты и сыновья твои, и дочери твои с тобою, ибо это дано в участок тебе и в участок сынам твоим из мирных жертв, сынов Израилевых. 44. Плечо возношения и грудь потрясания должны они приносить с жертвами тука, потрясая пред лицем Господним. 45. И да будет это вечным участком тебе и сыновьям твоим, и дочерям твоим с тобою, как повелел Господь Моисею. 46. И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен. 47. И разгнился Моисей на Илиазара и Фомара, оставшихся сынов Ааронах, и сказал, «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? 48. Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. 49. Вот, кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне. 50. Аарон сказал Моисею, «Вот, сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом. 50. И это случилось со мною. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу?» 51. И услышал Моисей, и одобрил. 51. Левит, глава 11. 52. И сказал Господь Моисею Аарону, говоря им, «Скажите сынам Израилю, вот животные, которых можно вам есть из всего скота на земле. 53. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, а который жует жвачку, ешьте. 54. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоенные, не чистые для вас. 55. И тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоенные, не чистые для вас. 56. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоенные, не чистые для вас. 57. И свиньи, потому что копыта у него раздвоенные и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, не чистая она для вас. 58. Мясо их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь, не чистые они для вас. И всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде и в морях, в морях ли или реках, так ешьте тех. А все те, у которых нет перьев и чешуи в морях ли или реках, из всех плавающих и водах, из всего живущего в водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас. Мясо их не ешьте и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Из птиц загнушайтесь сих, не должно их есть, скверны они. Орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породой его, всякого ворона с породой его, страуса, совы, чайки и ястреба с породой его, филина, рыболова и ибиса, лебеди, пеликана и сипа, цапли, зуя с породой его, удода и нетопыря. Все животные, присмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех присмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагап с ее породою. Всякое другое присмыкающиеся, крылатые, у которого четыре ноги, скверны для вас. От них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен намыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист он для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист до вечера. И всех зверей четвероногих, тех, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, то должен намыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Вот что нечисты для вас из животных, присмыкающихся по земле, крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, летоа, хамет и тиншемет. Сии нечисты для вас. И всех присмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним, мертвым, нечист будет до вечера. И все, на что упадет, который-нибудь из них, мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же который-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиныный сосуд, то находящийся в нем будет нечисты. И самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечиста будет для вас. И всякое питье, которое пьют во всяком таком сосуде, нечиста будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечиста будет. Печь и очаг должно разломать. Они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источники и колоди, замещающие воду, остаются чистыми. А кто прикоснется к трупу их, тот нечист. Если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеет, то оно нечиста. Если же тогда, когда вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечиста для вас. И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера. И тот, кто будет есть мертвичину его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. И тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. «Всякое животное, присмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Всего ползающего на чреве, и всего ходящего на четырех ногах, и многоножных из животных, присмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны. Не скверняйте душ ваших каким-либо животным, присмыкающимся, и не давайте себя через них не делать и нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я, Господь, Бог ваш, освящайтесь и будьте святы. Ибо я, Господь, Бог ваш, свят, и не скверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я, Господь, вывезший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, и так будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, присмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистые от чистого. И животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно.